Здравствуйте, дорогие подписчики зрительного канала, с вами снова Кромл, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Stalker Lost Alpha. Остановились мы с вами на том, что эта машина нас так и никуда не довезла, мы ехали с вами куда непонятно, я так и не понял. В общем, доехать на ней до конца мы не сможем в любом случае, я по крайней мере в это не верю. Я попробую еще раз, докуда доеду, в общем, докуда доеду, докуда я и доеду, после этого я просто брошу эту машину и пойду с охранками или как-либо еще. Но я не буду наполагаться на эту машину совсем, потому что это бесполезно. Вы видите этот кусок железа, который просто тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо. Я буду стараться, как смогу, как смогу, и держать ее на колесах. Поворачиваться от выстрелов бесполезно, потому что эти выстрелы просто переворачивают саму машину, даже не просто от поворотов, даже выстрелами может перевернуть машину, банально, вот и все. Все. Доберемся до куда-то сможем. Так, сейчас надо затормозить. Да. Вот как-то так. Так, еще раз. Я сейчас сброшу машину просто, потому что мне надо по заданиям сесть, в нее завести, поехать до темной лощины. Сейчас мы по-другому дойдем. Машинку мы сейчас бросим. Сейчас. А, ну, в принципе, и так нормально. Как выйти? Вышел. Замечательно. Все, просто уходим отсюда. Говорили мне в комментариях, что можно игру обмануть. И пойти в другую локацию, но, ну, знаете что, я думаю, не стоит, потому что игра может сломаться. Такое было уже. Ну, не со мной, а как мне так же и говорили, то, что игра, при этом, если будете ее обмалывать, может у вас просто сломаться и вообще все. Все, что вы проходили. Все будет сломано полетом. Да, пытаюсь удрать пешочками. Пускай летает, мы будем очень аккуратны от дерева к дереву, от укрытия к укрытию. Если кончится укрытие... Да. Так, еще разочек. Продолжаем. Так. Сейчас будет выстрелы, похоже. Прячемся. Так, он пока... Захвачено. Захвачено. Ну, захвати меня. Тихо, тихо, тихо. Будет делать заход на меня, я буду... Угу, буду прятаться в это время. Пускай делает. Так, заход ушел, пока он туда уходит, мы еще меняем несколько деревьев. Сейчас он будет возвращаться. Вот он возвращается. Ждем его. Ну, что-то остановился. Вы подбиты! Подбиты. Бесполезно у вас стрелять, я знаю. А что вы ждете-то? У меня очень долгая перебежка ждет. Как я убегу? Ну, давайте попробуем. Не знаю, как работает этот вертолет. Ой, здесь можно спрятаться. Очень хорошее место. А ты будешь еще в меня стрелять? Движение прямо по курсу. Я понял. Я здесь пройду. Все, вроде бы они улетели. У нас есть еще немножечко времени. Еще немножечко укрытий. 300 метров. Там есть сталкер где-то. Так, я не вижу. Все, вижу. А сейв мы довольно далеко продвинули с вами. И вот таким макаром мы будем двигаться. Потому что иначе никак. Так, прячемся, прячемся, прячемся. Вон он что-то там забыл. Нет, он начинает стрелять. Ой, все. Так. Где наш самолет-то? Вертолет. Я вечно его не так называю. Тихо. Ох, успел я. Тихо-тихо. Вот он. Пускай летит. Вот сюда спрячемся. F5. Где ты? Вон он. Будешь еще стрелять? Ой-ой, я что-то слышу. Кто это? Псевдогигант? Какой псевдогигант? Вы что, с ума сошли? Где вертолет? Он завис. Ну, пускай пока висит. Где-то там. А, может это даже не псевдогигант, а что-то другое. Вертолет пока не особо хочет нас стрелять. Ну и хорошо. Что? Так низко летишь? Тебе нормально? Тихо-тихо-тихо. Только не заходи на меня, пожалуйста. Не знаю, что он делает, но он просто... Занимается чем-то странным. Не стреляет. А, ну ладно. Что за силуэт? А, вот сталкер. С кем-то дерется. Скажи мне, почему именно меня выбирает вертолет? Почему не другие? Почему он именно меня обстреливает пытается все время? Где он, кстати? Где вертолет-то? А, вон он, все, вижу. Так, ну давайте от дерева к дереву. 142 метра, да? В метрах же тут. И все, мы переходим в другую локацию. Да. И еще мне сказали, что все машины такие. То, что техника здесь вообще конченная. Просто вся такая. Так, сохранение. Двигаемся дальше. Самолет, вроде как, вертолет от открытой местности. Нет, не открытый. Ну где-то твои выстрелы. Ага, понял. Как хорошо, что деревья не простреливаются. Я бы не знаю, что делал. Так, сейчас будет еще заход, по-моему, на обратном пути. Так, я жду. Где ты там? Не знаю, неинтересно. Дверь заблокированная. Дверь разблокированная. О, отлично. Так. Нет, 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 нет. Я только загрузился. О чем ты говоришь? Дойти до тоннеля. Ну ладно. Мы пока за камушком, нас не видят. Вроде как. Так, тут аномалий много. Надо быть аккуратным. Где ты? Полетик, вертолетик. Нас потерял, вроде как. Да нет, черт из два у нас потерял. Он кружит над нами. Ну ладно, пока он вроде как не хочет нас. Так, сохранение. Есть какой-то домик маленький. Можно зайти? У нас много батареек. Мы их набрали там кучу. Так. Так же от дерева к дереву. Тут какой-то стоит автобус. Я бы зашел в него, на самом деле. Но он не на ходу, я уверен. Ага, я понял, дед. Не там тебя ищу. А что-то светится. Это аномалия, скорее всего. Так, сюда мы не зайдем. Ладно. Вертолет пока там занимается чем-то непонятным. Я буду менять деревья. Так, сейв. Сейв, я сказал. Замечательно. Бежим как можем. 600 метров, боже мой. Я должен был это на технике проходить. Если была бы техника, возможно мне было бы и легче. Да, ребят, это будет очень долго и очень тяжело. Очень тяжело. Ну, вроде он не хочет нас. Пока все идет гладко. БТР. Нет, 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 нет. Сейв. Ааа, да, это больно будет. Очень больно. Каждый раз так. А, тут враги есть. Черт подерье. Помимо вертолет еще какие-то противники здесь. Нет, 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 пожалуйста, вертолет. Вон кто-то гуляет там. Это вояки, походу. Ой, с выстрела снял. Еще где-то там есть. Что-то я тебя не вижу. Где вертолет? Ладно. Двигаемся. Отлично. Вот он где-то там. Я его что-то не вижу. Где ты там? Так, сейв. Блин, насколько же все это сложно. Я тебя не вижу. А это ты там? А, вот все, вижу. Отлично кинул гранату. Вот, все, нашел. Есть. Какое сильное оружие, ребят. Слушайте, вот то, что у меня в руках, он прям вообще выбивает говно, что надо. Так, еще спереди один вояк где-то. Показывает мне радар. Чистерский. Откуда, откуда? Ой, угадал. Отлично. Я думал, все. Сейв. Просто по ощущениям уже. Так, вот он сидит. Обыскивать их? Не очень, конечно, правильно. Сейчас. Ой, обратно. Откуда летит? Ох, повезло. Уклоняться от этих выстрелов, наверное, это не очень удачное. Кстати, новая локация, я такой вообще не помню, ребят. Кто играл с толкачей, я первый раз такую локацию вижу. Давай. Вижу тебя. Что-то ты не собираешься драться, вроде как. Давай такой быстренько. Потому что вертолет надо мной. Выдарь меня уже не противники, ребята. Да откуда? А, это вертолет. У меня нету ни бинтов, ничего. У меня оружие выпало или я его убрал? Я его каким-то образом убрал. Видимо, с испугу на какую-то кнопку нажал. Но я же не истеку кровью до смерти. Так, остановочка. Есть какой-то рюкзак пустой. Потому что я не открыл его. Ну, не открыл, в смысле, этот тайник. Поэтому там ничего нет. Так, давай-ка вот здесь пока мы постоим. Здесь есть вояка где-то. Вояка? Вроде его нет. Ладно. Так. У нас сейв. Опять же, я сейвами двигаюсь. Потому что иначе никак. Иначе не получится. Двигаемся сюда. Он на нас забил. Двигаемся дальше. Всё идёт отлично. Кого-то... Кто-то в анамалию угодил. Где верт? Вот он. Пожалуйста, не стреляй в меня. Мы с тобой умные люди. Так. Вроде бородар кого-то уловил. Фиг его знает. Ой-ой-ой, быстро. Какое дерево большое. Мне прям нравится. Сейв. Отлично. Где-то там. Ну, там и будь. У нас есть время, и мы им воспользуемся. На аномалии я не особо обращаю внимание. Я их смотрю на глаз. Не болтом проверяю, как вы видите. У меня нет на это времени совсем. Что-то проверяет болтом сейчас. Что-либо так. Вроде на заход идёт. Ну, пускай идёт. Где он? За камнями спрятался. Ага. Всё, я вижу тебя. Не хочешь немножко пострелять? Вроде не хочет. Раньше он как-то предупреждал, а сейчас прям начинается пальба, и прям во время пальбы нужно куда-то прятаться. 200 метров. Пляха-муха. Да что ж нас... Поймать-то всё кто-то пытается. Я слышу опять какого-то монстра. Причём это что-то сзади меня. А, это ты опять. У тебя такой страшный голос. Так, вот это, кстати, было очень сложное переправа. Через мост она могла закончиться очень хорошо. Не очень хорошо, вернее. Вроде как, но всё получается. Так, я слышу выстрел. Ты хочешь опять пострелять? Никаких артефактов здесь нет, хотя очень куча мест для этого. Я, по-моему, даже покупал улучшенный для этого специальный сонар. Я не знаю, как правильно он называется. Мне не хватило сил. Просто сил не хватило. Надо ещё не забывать давать отдыхать нашему персонажу. Так, я не туда побежал. Тихо. Летит в меня. По-моему, он был там. Я только что уклонился. Тихо, тихо. Через кусты очень здорово замедляюсь я. Ну ладно. Сейчас я скоро устану. Мне надо постоять вот за этим деревом. Деревцем. Так, вот здесь постоим. Подождём. Пускай набирается сила. Так, у меня нет ничего. Есть только вино, которое украинское, которое ничего мне не даст положительного. Так. Сто метров. Так, а куда мы направляемся? Давайте просто отдохнём, постоим и посмотрим. А куда мы идём? Так, сначала, где я? Вот я и иду я. Вход в тоннель. Мы в какой-то тоннель пытаемся добраться сейчас. Вон вертолёт, он нас ждёт, но у него ничего не получится. Так, давайте вот здесь постоим. Сил хватит, вроде как. Главное, чтобы палить не начал. Оп-оп-оп. 150 метров. Мы уже близко. Так. Вертолёт вроде за камнями. Я надеюсь. Где ты там? Ага, стрельба. Я понял тебя, я тебя видел. Иди пока туда. Успокой. Успокойся. Время. Время, время, время. Такое ощущение, что я сейчас ещё один вертолёт услышал. Два вертолёта. Может, это звук залагал? Где-то там. Ага. Не против? Против, я понял. Сейф. Двигаемся дальше. Вот тоннель, кстати, тот самый, похоже. Мы уже близко. Давай, 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 мы сможем. Нет! Чёрт, а почему здесь так? Я отсюда залезть не смогу. Ну давай, как в Скайриме. Чёрт, ну ладно. Да подожди ты! Оп-оп-оп, влево-вправо. Не поймаешь меня. Всё, вот здесь отдохнём. Он, наверное, сюда сейчас прилетит, да? А, он здесь уже. Или два вертолёта? Одно из двух, давай быстрее! Есть! Ой! Нет! Чёрт, он идёт по туннелям. Запрашиваю наземную поддержку. Мы уходим. Наземную поддержку. Бесполезно. Всё. На земле я как рыба в воде, вот. Здесь мне будет совсем легко. Так, по патронам вот это одеваем, всё. Скалаша, потому что я вообще-то вообще не пользуюсь. Пора и калашом пострелять. Калаш наш родной вообще, я к нему более привык. Привыкший. Длинные дороги здесь, на самом деле, очень длинные. Я понимаю, для чего я сделан транспорт, только уже все локации такие огромные, и именно для этого я сделали транспорт. Но почему он такой кривой? Настолько кривой? Я не знаю. Возможно, после какого-то патча, возможно, у меня версия не такая, может, что-то такое не сходится. И именно поэтому у меня такой ужасный транспорт, который опрокидывается от всего, просто от лёгких касаний. Просто... Я не знаю. Ну, вы видели, я даже отдельную серию для вас выпускал, как, на самом деле, это очень сложно, ездить на таком транспорт. Это невозможно. Легче дойти вот так вот. Серьёзно. Ещё нужно покупать энергетиков. Очень куча. И каких-нибудь артефактов, что ли, тоже с собой носить, потому что это просто жесть. Без артефактов, без энергии, которая будет как-то выкачиваться, побыстрее восполняться, я имею в виду. Но это вообще будет просто жесть. Я надеюсь, нас не будут так далеко посылать всё время, потому что, если будут, то я не знаю, что делать. Кстати, очень хороший монолитовский костюм, который, я надеюсь, у нас не будут принимать за монолитовцы, мало ли. Ожог, электроудар, разрыв, хим, и так далее. Но он лучше, чем сталкерские. Лучше, чем... Чем какой? Да, чем сталкерсы, просто он лучше. Комбинезон. Вот это, конечно, курточка бандита вообще полная, конченая, дурацкая. Радиация плюс 50, а тут... А тут вообще нету радиации, то есть он пропускает радиацию полностью. Полистойкость. Комбинезон сталкера и группировки Монолит. Произведен не... Производитель не... Так, мы куда-то дошли, я тут зачитался. Так, я ничего не вижу. Так быть лучше. Найти уход в шахты. Сейв. Надо, кстати, сохраниться по-нормальному, потому что я давно так не сохранялся. Не туда и нажал. Сохранить игру. Четверочку. Сохраняем. Петренко на связи. Сталкеры. Я не кредую тебе идти туда. Грех чужаков не любит. А Воронин может помочь тебе с этой проблемой, если ты присоединишься к долгу. Но есть и другой вариант. Бармен. Он тоже бла-бла-бла. Не успел. Какие-то помехи. Это из-за того, что мы в шахте, похоже. Ого. А тут радиация. Да-да-да, меня очень... Это радиация сбила. Так, надо что-то сделать быстро с радиацией. Водочкой. Ой, хорошо. Лучше бы я укололся. Так, сейв. Слушайте. Прямо что-то вообще хорошо. Я и забыл, как водка действует в сталкере. Так, что у нас по фонарику-то? Еще много заряда. Да-да-да, вон внизу еще показывается. Ну, черт возьми. Не удобно. А сейчас мы, видимо, напремся опять найти грехов. Последний раз я всех перестрелял. И сейчас перестреляю. Даже в таком состоянии. Мне будет не сложно. Он сказал, что он не советует нам идти туда, но почему бы нам туда не сходить? Как хорошо-то мне. Так, я потихоньку начинаю улавливать их. Три-три штук. О, отпустило. Быстро, кстати. Я думаю, будет дольше. Так, а где вы все? Ребята? Это же ваше все. Где вы все? Хоу! Эй! Кто-то за камнем спрятался. Хотя я все видел там. Черт. Мертвы? Серьезно? И что делать? Так, ребят, я не знаю, что делать. Но, судя по всему, нам не нужно туда идти. А куда нам нужно следовать? В Х-18. А где этот Х-18? А где мы? Так, мы в темной лощине. И нам говорят, возвращайся в Х-18. А не отсюда ли мы пришли, часом? Знаете что? Игра очень странная. Я не знаю, что возможно я что-то не так сделал. Или что? В чем дело-то? Почему я обратно возвращаюсь? Тем же путем. Я надеюсь, мне никто в обратном пути не будет прессовать. Но здесь я получаю смерть. Внезапную от чего-то. Если сейчас будет еще вертолет на обратном пути, я не знаю, я просто кончусь. Я не буду опять снова так же проходить. Я скипну тогда для вас этот момент, а сам буду мучиться. Надеюсь, у нас все пройдет гораздо лучше, чем я думаю. Потому что это действительно будет конец. Еще на обратный путь. Еще на обратный путь. Может поспать, кстати? По-моему, уже темнеет. Мы бы могли с вами отдохнуть. И уже с полными силами двинуться в обратную сторону. Как вы думаете? Я думаю, даже и в этом случае я скипну для вас. Потому что дорога назад будет очень долгая. И я потеряю на этом много времени. И меньше покажу вам прохождение игры. Поэтому, мне кажется, лучше сейчас посмотреть, как обстоят дела. Если мы сможем, я посплю и утром уже скипну для вас момент, как вернусь обратно. Суть к тому, что мы возвращаемся обратно. Ну, действительно, мы просто возвращаемся обратно. Просто зачем мы сошли, непонятно. Нам нужно было спрятаться от вертолета. Да. Бармен нас спросил, кстати, зачистить территорию, которая ему там не понравилась. Который, он говорил, что там у него зомби, ему не нравится это. Причем он не спрашивал у меня. Он сказал, типа, пойдешь и зачистишь. Ну, сейчас. Я, конечно, обязан был ему жизнь. По-моему, я расплатился уже за это. Серьезно ты меня не выпустишь? А туннель куда ведет? Так. Я могу узнать? Нет, он, по-моему, вообще никуда не ведет. Потому что, хотя, в принципе, мы можем выйти с какой-то стороны. В темную долину. Подождите. А куда я иду? Не, все нормально. Я не туда выйду. Там нет ничего дальше. Просто не так посмотрел. Так, ну что ж. Хард будет, видимо, на обратном пути. Или нет? И почему у меня, кстати, не указывается, куда мне идти, через что? Почему я должен сам прокладывать себе путь? Обычно вроде нам как бы подсказывали, что типа, вот, сейчас тебе нужно будет... Туда-сюда, через локацию, стрелочкой, в общем, я имею в виду стрелочкой. Так. Стоп, военный блокпост. Приготовить документ. Да там уже давно не военный блокпост. Поспим тогда вот здесь вот, я не знаю, а можно здесь будет спать вообще? Я не устал, спать не хочешь. Серьезно? Ты когда хочешь спать, только можешь спать? А, черт. В таком случае это очень плохо. Так, а детектор новый, кстати. Зачем мне старый, если у меня есть новый? Простой детектор, улучшенный. Давайте обычно снимем. Он стоит вообще понты, я его продам потом. Необходимо закрепить на поясе и включить для... На ООН включался раньше, а сейчас он почему-то не включается. Убрать рюкзак, выбросить. Так, ну давайте я кнопочками перепробую. К, J, H. Это контакты. Это я выбросил оружие. Ну, что вам сказать. Не работает наш детектор. Здорово. Понятно, в общем. Ну что ж, ребята, тогда для вас момент моего путешествия дороги обратно. Я, получается, буду скипать. Потому что это будет то же самое. Вы это уже видели. Ребята, встретимся на обратном пути. Ребят, в общем, это просто капец. Ну, по крайней мере, у меня пока все идет в порядке. Но посмотрите вот на это. Что это? Как это? Зачем? Я не понимаю. Два вертолета, кстати. Тут помимо одного вот этого зависшего. Есть где-то еще один летает. И они на меня не агрятся. Я просто решил показать вам это. Потому что это стоит вашего внимания. Ну, просто что это? Я не хочу стрелять по нему. Не дай бог он отлагает. Это чудо, которое летает там. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вот такой вот он сталкер. Еще увидимся. Так, ну что ж, ребята, я включаюсь. Я дошел до того самого места, до которого нам надо. Сейчас мы будем искать вход, который я в тот раз ночью случайно нашел. Ну, просто наткнулся на него. На этот раз нам нужно попасть на него уже преднамеренно. А когда мне нужно куда-то попасть преднамеренно, обычно я не нахожу такие места. Так. Там будет пароль какой-то, судя по всему, что там дверь-то заблокирована. Вот нам нужно следовать в X18. А какой там будет пароль сейчас? Очень мне интересно знать. Наш ПДА говорит, что нам надо пробраться туда. А каким образом? Я что-то тут честно не понимаю. Вот наша машинка, кстати, которая перевернулась, которая бесполезна, на которой лучше общение ездить. Никому не пожелаю даже врагу такую машину. Так. До сих пор один человек высвечивается где-то здесь. Вот он должен быть. Но чуть-то никак мы не нашли этого загадочного персонажа. Так, ну что ж, ищем вход в X18. А похоже, нам не показывается точное место, типа нам нужно как-то найти. Может, вход? Я не понимаю, с чего хочет игра, как всегда. Сейчас мы походим. Сейчас я наткнусь на этот вход. Я знаю, как его найти. Каким путем он находится. Так. Кто там кричит? Надеюсь, никто. Так. Где же я его видел-то? Ну, вроде нам как и цель указывает, куда нужно. Фиг его знает. Ну, это сбоку где-то. Это не в здании точно. Я помню, что это было не в здании, это просто где-то на выходе. Так, два человека. Силы у меня, как всегда, заканчиваются. На исходе. Вот вход, кстати. Я не понимаю, почему... Почему цель немножко не туда показывает. Это очень странно. Сейчас мне нужен будет пароль. Кодовый замок. Здорово. А ты сам... А дверь заперта. А чем, по-вашему, я должен вскрыть эту дверь? Ну... Допустим. Дверь заперта. М-м-м-да. И что дальше? Возможно, нам нужно идти на цель, и она даст нам код. Вот что я думаю. В X18. Я не знаю, что такое. Что я делаю не так вообще. Вроде все правильно. Ну, хорошо. Будем следовать цели. Возможно... Опа. А что ты тут делаешь? Один из тех, кого мы еще не нашли. А, возможно, пароль был в ком-то из них. Нужно посмотреть пока здесь укрытие, чтобы найти... Выброс! Впервые выброс, ребята! Я думал, в этой игре нету выбросов. Я думал, эта игра брала. Воу! Здорово! И это укрытие? Скажите, что это укрытие. Это достаточно большое помещение. А, нет. Вот, помещается на карте, где можно спрятаться. И достаточно мало времени. Я могу не успеть! Черт подери! Сейчас таких мест очень мало. И, блин... Скажи мне, что я смогу пережить. Ну, вроде вот здесь можно. Да, отлично. Все. Посмотрим, как работает выброс Ласт Альфи. Мне очень интересно. Надеюсь, я все правильно делал. На всякий случай сейв. О! Пошло дело. Небо озарилось. Так. Ну, пока все нормально. Давайте пока посчитаем. Возможно, что-то... Не так думаю. Нет, не о том-то. И следуюсь в X18. Вот. Мы здесь. Возможно, не тот вход, действительно. Просто не тот вход. Так. Пробраться. Это я понял. Кстати, по дороге мне дали задание спасти долговцы из тюрьмы. И, в принципе, мы это тоже можем сделать. Но я не знаю, стоит ли это того. Небо уже, как мы видим с вами, стало уже красно-желтым. Ну, мы выживем. Я бы поспал на самом деле. А можно? Я не устал. Спать не хочется. Жалко. Классный образ. Ну, это... Он пока, видимо, только начинается еще. Я не хочу никуда сходить с места, поэтому мне и здесь нравится. Вполне себе. Так, рация. Штатная рация военных также используется с талокерами, чтобы общаться между собой. А эта рация мне нужна? Я ведь ее с кого-то поднял, да? Не знаю. Ладно, ставим. Потому что там полкилограмм висит. Я бы ее с удовольствием выбросил. О, как сильно. Я надеюсь, никакие монстры нас бежать не будут? Как там бьет все. Смотрите. Боже мой. Все горит просто. Да. Это что-то. Еще так мало времени для этого выброса. Жесть. Странно, что мы здесь, кстати, выживаем. Смотрите. Открытые двери, разбитые окна, и мы тут все равно живы. Очень громко, кстати. Не знаю. Настолько громко, что я себя даже не слышу. Боже мой. Так. Вроде успокаивается. Но пока лучше не выходить. Будем ждать. Выброс еще не кончился, если что. Это может показаться вам, что он кончился, но я помню, что это на самом деле не кончился. Только когда нам напишет, мы можем выходить. А пока что выброс продолжается. Все. Отпускает. И очень темнеет. Интересные постройки. Все. Можно выйти? Так резко причем закончился, знаете. Очень странно. Ладно. Так. Сходим, прогуляемся. Куда-то нам нужно. Может где-то в здании есть этот вход. Черт его знает. Что тут было? Два комбинезона. Мой комбинезон. Не мой комбинезон. Так. Возможно где-то в этом здании, в большом, есть специальный проход. И где-то здесь есть именно вот то, что нам нужно. А вот фиг знает где оно. Будем искать. Но явно нам не выше, но нам надо искать где-то именно спуск. Не вот такой спуск, конечно. Такой спуск нас убьет. Ну это в принципе тоже спуск. Вот какой-то спуск есть. Это что лежит? Интересно. Нет, ну это нас спустит на первый этаж. А я зачем-то поднялся. Или нет? Вот еще спуск я вижу, да. Нет, ну тут мы были, я понял. Так, ну и что? Теперь мы будем тыкаться в двух местах, как обычно я это и делаю, да? Судя по всему. Так. Давайте думать, это в каком здании карта должна отражать точное место. Но оно находится вот на уровне именно этом уровне. И не выше, не ниже. То, что нам нужно. Попробуем дойти до этого как-нибудь по-другому. Может, другое здание нам нужно просто как-то через него выйти туда. Фиг его знает. Ну, допустим, сюда. Сейчас у меня в одни и те же места будет привозить вечно, потому что я не знаю, что делать. Так, тут ничего. Надо уже фонарик включать, потому что уже темнеет. Черт подери. Так, возможно, где-то вот в таких местах будет спуск. Фиг его знает. Я устал сильно очень. Черт подери. Ну ладно, будем тыкаться, значит, будем тыкаться. Раз игра этого хочет. Играет и получит. Надо прямо в точку как-то прийти в эту и стоять там, посмотреть, где мы будем находиться, чтобы прямо над точкой нам нужной. Где-то вот здесь вот получается. Но никаких входов нету пока что. Возможно, где-то в здании есть вход, он прям лабиринтиком приведет нас в нужное место. Ну, отсюда это не видно. Так, я понял, что ты устал. Сейчас постоим, подождем. Блин. Черт подери. Следовать выкс 18. Нам не дали ведь даже никакой пароль. А возможно, нам почитать надо что-то. Потому что мы же даже нашли какие-то документы. Книга с поровной страниц с одной из вручей написаны цитаты и внутри основной вложки. Ты можешь ее открыть? А это что такое? Секретно. Здорово. Для нас нет ничего секретного. Может, мне донести нужно документы, потом я получу пароль. Вот, черт пойми. Очень странное задание. Возможно, я зря ушел из той локации. Там, где были эти грехи. Может, я что-то не там сделал. О, подождите, здесь есть спуск. Очень интересный спуск. Тут какие-то вентили. Так. Здорово. Вентили. Не интересует. Вот этот уровень нам и нужен как раз. Ах, я не знаю. Следовать в X-17. Я же все правильно читаю. Ну, место такое найти. Нет. Единственное, есть дверца. Вот, единственная дверца, которая ведет нас в лабораторию, она вот находится недалеко. Вот отсюда. Сейчас вот за этим, за этой фигнёй она и будет. Вот она. И она, она не подписана никак? Может быть, она может быть подписана? Ход воспрещен. Замок. Я помню, один, два, четыре, три было очень давно. Но, черт подери. На. Ребята, я не знаю, что делать. Как надо туда пройти? Я слышал, есть какой-то баг с дверьми. Можно кидать ствол, и типа дверь рано или поздно откроется. Я не знаю, ребят, честно. Что делать нам? Ну ладно, тогда пока я не буду заниматься этим заданием. Ребята, которые меня смотрят, обязательно подскажите мне, что я делаю не так, и что я пропустил. Потому что это будет очень важно, потому что я не знаю, что делать дальше. Надеюсь, вы мне поможете. Так, а теперь, а пока, вернее, мы возьмем другое задание. У нас задание есть вытащить из плена. И причем оно очень недалеко отсюда, даже в этой локации. Поэтому сходим и спасем долговца. Возможно, долговец нам скажет. Кто его знает? Кто знает этих долговцев, и что они там знают? Так, надо поставить метку. Можно мне метку поставить? Как выделить задание? Нет, я понял. А чтобы на него показывать? Во, все. Выделил задание, теперь нас ведет туда. Так, 200 метров, совсем недалеко отсюда. Пойдем, вытащим долговца. Возможно, я какой-то диалог не прочитал. Диалоги тоже можно читать где-то, куда тут есть это. Я же очень много всего не читал. Так, как насчет меня? Одиночка, новичок. Я до сих пор новичок? Ну, что такое? Артефакты, локации, это не то. что мне журнал нужен. На этой, знаете, стрелка, на этой, на этой, на этой, на этой. Не знаю, ребят, честно, не знаю. Ладно, пока выполним другое задание. Может быть, мне действительно нужно какое-то другое стороннее задание выполнить, и мне откроется это. Это единственное логическое сейчас. Так, а что, а что тут насчет одиночка? Монолит, враг, военный, нейтрально, хотя их убиваю. Наемники, враги, экологи, это, видимо, долговцы. Свобода, 250, бандиты, враги, зомбированные враги. А как зомбированные могут быть друзьями, я не понимаю. Это очень странно. Ну-ка, еще раз. Грех, враг, причем, не красный подсвеченный, странный, незнакомец, нейтрально. То есть, нейтрал, для меня нейтрально. Здорово. Может быть, лучше. Поправляюсь, скукотища, бухой. Это ваши кто-то в кого-то стреляет. Нази на КПК, на метки, операция, агробром. Я не знаю, что хочет игра, пока что. Как-то раньше можно было историю читать, то есть, то, что было написано, потом это можно было перечитывать. Я либо глупый и слепой, не знаю. Либо я чего-то не понимаю. Тут недалеко от одиночки сидят, может у них спросить чего, что они чего знают. Кто там долгов сохранил, я уж и не помню. Здорово, ребята. Все-таки на КПК, привет. Что можешь рассказать? Тут, кроме бандитов, еще и военные шастать, что-то начали раньше. Раз в сто лет верт увидишь, а теперь почти по всей зоне расползлись. Потеряли что-то, что ли. Да, я вижу вас настрой классный, очень. Все понятно с вами. Продолжаем прорываться. Так. Бандиты, по-моему, бандиты там будут сейчас. А что, если мы с вами переоденемся? Посмотрим сейчас. F5. В любом случае, они должны быть ко мне либо друзьями, либо нейтралами. Ага, вижу. Друзья мои. Хорошо. А, это то самое место, да-да-да, где я с пьяным бандитом узнавал код Кобзда, который был. Сейчас. Пьяного бандюга, бандюгана похоже нет. Ну ладно, давайте перетеваться обратно, потому что это не серьезно, я с ними цацкаться не буду, сейчас просто всех возьмем и перестреляем. Начнем с тебя. Первый есть. Счет открыт. Сейвнемся и пойдем. Я сомневаюсь, что бандиты дадут мне какой-то вменяемый отпор, хотя здесь их и больше десяти человек, больше, ну, пятнадцать, может даже больше, может больше двадцати вот всего здесь штук, я не знаю точно, смотрите. Мы с вами, ребята, стелсовые очень, до сих пор не заметили, сколько мы здесь ходим. Я слушаю каких-то габанов здесь. Хрюкает. Очень странно, до сих пор я не замечен. 16. Так, я понял. Тихо-тихо. Давай ты мне еще раз это повторишь. А, я помню. Откуда в меня летело сейчас? Так. Фонарик надо перезарядить. 8 батареек, все у нас пока хорошо. А почему? Блин, прямо в спину. Слушайте, а костюм очень даже неплохо. Смотри, какой ты хитрец. А ну иди сюда. Очень хитрое, и при том у меня нет аптечек. То есть мы с вами выживаем так, без всего. А ну-ка, еще мне сюда парочку. вот тут один жесткий стоял. Где он там? Что-то я его не вижу. О, тебя спас? Слушай, классный дурбовик, я бы его забрал. Я слышу псов. Псы. Так, а деньги? Какие деньги? Кочерга эксперт. Походу, мы завалили какого-то крутого парня, судя по всему. Так, пожалуй, я возьму у тебя вот эту штуку. Насколько она потрепана? Он новенький, почти. Слушайте, это очень классно. И вместо тогда мы его тозов, потому что тоз... Ну-ка, давайте проверим. Удобность, конечно, меньше. Точность улучшу, повреждения чуть хуже. Ребят, а вы в курсе, что тоз лучше? Ну, тоз при этом скорострель не будет, хотя тут это не показывается. Тут она меньше, но патрон-то больше вмещается, поэтому тоз проигрывает в этом. Ну, тоз в чем-то даже лучше адекватно. Кто-то тут разговаривает бесконечные байки, заливает тут свои. так, я вижу тебя. Есть. Они болтают, они не все на меня нагрелись, это очень классно. Они агрятся как-то странно. Раньше они агрелись всей толпой, как монолитовцы, вы видели? Это просто какая-то жесть была, как вот это была перестрелка, а эти какие-то странные. сейчас поможем. Ух ты, какой у тебя классный был ствол-то с подствольником. Сейчас помогу. Ты главное жди. Тут у них по-моему склад какой-то. Да-да-да, я помню. Что это там говоришь? Потом сходим сюда. Хотя знаете что там аптечки были, а сейчас мне аптечки очень даже нужны. Торговцам мы не скоро найдем, а вот как раз такое место нам очень даже подойдет. Так, энергетики, боже мой, сколько тут всего. А, калаш тоже настоящий, и калаш настоящий, и эта штука тоже настоящая, похожая на зарубчатку. Так, прежде всего, я все пока брать не буду, мне пока нужно только самое необходимое взять, где ваши аптечки, вот они. Бляха! Дверь закрыта, они тупые и войти не могут, это очень приятно. Так, аптечку мне можно? Вот так вот, чтобы если что я мог хильнуться. В случае чего, сейв, сейчас, сейчас они сами к нам придут вообще. Что ты там пострелял и ушел? какие вы все-таки трусы, бандиты. Так, куда ты исчез, куда ушел? Аптечечкой. Так, давай, иди сюда, где ты там был. Ну, и все, он уже забил. Ну, что это? один выстрел. Ну, два, я скосил, как обычно. О, здравствуй, я тебя по голосу нашел, еще ты сидел, ждал, когда я тебя убью. Ааа, блин, как я испугался. Они, зачем они так делают? Они просто приходят, тебя в спиду жестко смотрят и стреляют после этого. Как стрёмно, блин, я чуть не наложил, боже мой. Что такое? Что с ними не так? Зачем они так делают? Так, тут нет никого. Я за тобой пришел, привет. Как тебя открыть? Сволочь, военный совсем. Ну, давай, я тебя открою, ты мне скажи, как? Ты сперва оружие убери. Я тебя спасать пришел, оружие убери. Тише, я выполняю задание для долга и меня попросили тебя спасти. Сейчас вопрос о том, как открыть решетку. Ключ нужен, я не уверен насчет того, где его искать, но я точно не могу сказать, что он владельца. Рядом есть радио, он все время в курсе насчет свежих мелодий. Понял, держись. Так, это интересно. Открыть теперь надо как-то его по-особенному. Какое радио ты там сказал? Я что-то вообще ничего не понял. Это что такое? Какие-то коробки пустые. Раньше все было просто, сейчас нужно что-то искать. Черт подери, ну ладно. Пойдемте искать. Ключ нужно искать. Именно ключ у кого-то. У эксперта ключа не было, мы помним. Так, сейв. Ладно, будем тогда у каждого ключ искать. Перебьем всех, посмотрим всех. Какова моя идея? Я думаю, она более чем вменяемая. Этим мы и займемся. Так. А почему? Где еще патроны? Одень еще патроны. Так, вот еще здесь есть парочка. Вот ты очень жесткий. У тебя очень жесткий ствол. Абакан. Абакан покруче даже, чем мой. Еще и с подствольником. Боже мой. Да, Абакан лучше, поэтому сейчас, знаете, что мы возьмем? Оденем Абакан. Оденем на Абакан прицел. С этого ствола мы отсоединяем прицел, разряжаем, выбрасываем. Все. Отныне пользуемся Абаканом, да еще и с подствольником. Очень классное оружие. Подствольник на В включается, но мне нечем. Пока что стрелять, поэтому это не имеет значения. Ладно, ищем, ищем тогда. Человека, который владеет ключом, что-то там. Про радио было сказано. Поищем радио. Все. Ага, здравствуй. Ну, это на самом деле оружие поудобнее будет. еще есть? Не ты тут с радио? Какие-то тут метки, ну, не метки, как прицелы. Мишени, что я туплю? Мишени, мишени. Видимо, они тренировались. Оп-оп, нет никого, вроде нет никого. Так. Тут чисто. 7 человек осталось, 9. Что-то они прям растут на ходу. Лодочка, кстати. Так, тут есть? Кто? Чисто. Тут. Очень косой я иногда бываю. И они очень глупые при этом. Компенсирует мою косолапость своей тупостью. Так. Здравствуйте. Здесь. Небольшая памятка. Код к сейфу, 295. Сразу к сейфу тогда. Сеймнемся, конечно, потому что я знаю, что мне сейчас. Вот, кстати. Так, 295. Как это делается? Ага, понял. Но я уже запорол. Еще раз. 2. А, вот так вот. 2. 9. А, черт. А я могу по второму кругу? Да, могу. Блин, я дважды пропустил. Сейчас, подождите, что-то я... 2, 9. И теперь в другую сторону. Пятерочку. Все, готово. Открыть. Документы Борова. Карта Темной Долины в личной записи Борова, которая имеется на... О, да. Взять все. Выход. Про вход там написано по лабораторию. Как выйти отсюда? Все, вышли. Документы забрали? Забрали. Так. Хавку возьмем. Может, прямо сейчас перекусим. А что тут у тебя еще здесь есть? Может, еще что-то прячешь? Вроде больше у тебя ничего нет. А в тебе дурацкий калашик, пистолетик, который я зачем-то взял. Так. Я ожидаю, у тебя какой-нибудь тайник найти. Ты же Боров. Боже мой, ты же самый крутой. Серьезно, все у тебя так бедненько. А ты у нас эксперт? Ветеран. Я не знаю, кто круче. Какие-то странные музыки здесь. Не, слушайте, я что-то про радиус слышу. Может, что-то здесь? Не, серьезно, вот все, что мы хотели найти, мы нашли. Насчет двери, я пока что-то не понимаю ничего. Так, давай мне сюда свои патроны, и все, пока. Денег как много у вас. Здорово. Заберем все. Так, ребят, знаете что, я думаю, мы довольно прилично с вами насняли, продолжим с вами в следующей серии, будем дальше с вами разбираться, я жду ваши комментарии под, под мое видео насчет лаборатории, если я не разберусь сам, то вы мне, я уверен, поможете. С вами был Кромал, всем удачи, ребят, еще увидимся. Продолжение следует...